Третья задача в самой большой на ютубе подборке разбора задач с параметром. И здесь у нас будет, ну, на самом деле, достаточно непростая ситуация вот со вторым уравнением. Как обычно, рекомендую сначала поставить видео на паузу и подумать о том, что здесь вообще будет происходить, что будет задаваться первым неравенством, да, что будет задаваться вторым уравнением, как это можно как-то преобразовать, что-то получить. И пока вы ставите видео на паузу, собственно, я тут начинаю разбирать. Итак, что у нас здесь происходит? Второе уравнение, на самом деле, будет задавать окружность. Только здесь всю ситуацию портит то, что у нас, во-первых, на 8 все домножено, да, мы от этого сейчас будем как-то избавляться. Во-вторых, здесь есть такие моменты, как вот, например, здесь будет минус 16ау, минус 48у, то есть здесь очень сложные формулы квадратов суммы разности. Итак, что мы здесь сделаем? Я, на самом деле, сейчас к правой части, ну, к обеим частям, точнее, добавлю а квадрат и еще добавлю 2а. Вот, зачем я это делаю? Я это делаю для того, чтобы здесь вместо 15а квадрат появилось 16а квадрат, да, а здесь вместо минус 50а было у меня минус 48а. Таким образом, вся левая часть сейчас будет делиться на 8. Вот еще раз давайте посмотрим, 8х квадрат плюс 8у квадрат минус 16а на х минус у плюс 16а квадрат, да, то есть делится на 8 минус 48у минус 48а плюс 72, и все теперь у нас вообще делится на 8. Квадрат плюс 2а. Ну, вот я на 8 все и поделю. Да, справа будет что-то там с дробями, но зато у меня слева все, все коэффициенты станут меньше, и это сильно приятнее. Здесь будет х квадрат плюс у квадрат минус 16а х плюс 16а... А, нет, подождите, 16 у нас не будет же, уже сократилось. Я вот начал, видите, делить на 8 и одновременно раскрывать скобки и, ну, затупил, в общем, потому что не надо делать два действия одновременно. Плюс 2ax плюс 2ay плюс, значит, 2а квадрат минус 6y минус 6а плюс 9. Вот такая вот история у нас пока слева. Здесь у нас будет 1 восьмая а квадрат плюс 1 четвертая а, да. Так, пока оставим так вот справа. Ну, вообще правая часть у нас в целом такой и останется навсегда. Что мы видим здесь? x квадрат минус 2ax – это начало квадрата разности, да. Мне чего не хватает для того, чтобы здесь свернуть все по формуле квадрата разности? Мне не хватает еще а квадрата. Вот, ну вот я отсюда 1а квадрат и забираю. Дальше я вижу, что у меня будет y квадрат, но вот с удвоенным произведением с y немножечко уже проблемно, потому что здесь у нас 2ау, да, минус 6у еще. То есть здесь следует сделать плюс 2 на а минус 3y. Что я сделал? Я, получается, взял вот эти два одночлена, да, и вынес за скобки двойку и y вынес за скобки. Таким образом, у меня здесь получается а минус 3, как второе слагаемое квадрата суммы. То есть еще раз, что я хочу сделать? Я вот думаю о каком-то там y плюс b, допустим, в квадрате. Сейчас y плюс b квадрат. У нас раскрывалось бы как? y квадрат плюс 2 на b на y, да, плюс b квадрат. То есть у меня роль b сейчас играет а минус 3, значит здесь мне нужно это самое b в квадрате записать. То есть здесь у меня после всего этого должно быть написано плюс а минус 3 в квадрате, да. Что такое а минус 3 в квадрате? Это а квадрат минус 6а плюс 9. Обратите внимание, что у меня ровно это и осталось. То есть я вот здесь вот а квадрат один отчипил сюда, сюда уходит другой а квадрат, и минус 6а плюс 9 у меня как раз осталось, я его записал. Ну здесь, в принципе, понятно было, что все красиво так вот свернется. Так, ну и что мы видим? Будет x минус а в квадрате плюс y плюс а минус 3, да, в квадрате равно 1 восьмая а квадрат плюс 4а. Ой, плюс 1 четвертая а, точнее вот так вот. Значит, что мы здесь тогда получаем? Мы получаем, что второе уравнение задает нам окружность с центром в точке а минус а плюс 3, да, и с радиусом корень из 1 восьмой а квадрат плюс 1 четвертый а. Вот такой вот радиус у нас будет. Так, корень из 1 восьмая а квадрат плюс 1 четвертая а. Окей, прекрасно, великолепно. Давайте теперь рассуждать. Это у нас все во втором уравнении, прекрасно. А что у нас с первым, с неравенством, да? Ну, если бы это было обыкновенное неравенство, мы бы просто вот взяли и сказали, что x у нас от минус 2 до 1 лежит, да? То есть это очень простое квадратное неравенство. Я даже не буду какие-то, значит, нюансы, ну, то есть подробности его решения рассказывать. Так, от минус 2 до 1. Но у нас ведь здесь система уравнений, ну, система, точнее, уравнений и неравенства, да, с двумя переменами, то есть есть еще и y. То есть это все нужно изображать на координатной плоскости, тем более, что мы видим, что второе у нас уравнение, это окружность, да? То есть я сейчас запишу, опять же, x минус 1 на x плюс 2 меньше равно 0. Вот это вот квадратное уравнение у нас сюда, то есть уравнение окружности еще сюда идет, как вторая строчка, вот. А, и что у нас получается? Вот это теперь просто отрезок от минус 2 до 1 надо изобразить на координатной плоскости. Так вот на координатной плоскости этот отрезок задаст уже целую, на самом деле, полоску, да? То есть что нам подходит? Нам подойдут все x от минус 2 до 1, а y при этом могут быть любыми. То есть первое неравенство, оно не уточняет, какие y я должен брать, какие y будут заданы, да, этой системой, этой системой, точнее. Короче, какие y будут в этом множестве точек? То есть здесь никакой информации об y нет. Значит, что я беру все y, любой y возьму. Вот эту точку возьму, она подойдет, потому что ее координаты от минус 2 до 1. Эту точку возьму, она подойдет. Эта точка подойдет, эта точка подойдет, эта точка подойдет, эта точка подойдет. То есть все точки вот в такой полоске целой подойдут, да? А все точки за этой полоской, то есть тут и тут, не подойдут. Поэтому это неравенство задает целую вот такую вот полоску на самом деле. Далее, что у нас еще касается окружности теперь. А, ну и да, полоску я неправильно нарисовал, со сплошными границами нужно рисовать. Что означает сплошные или пунктирные границы? Сплошная граница означает, что границы полоски нам тоже подходят, да? То есть здесь у нас меньше либо равно нулю. То есть, соответственно, на границах происходит равенство нулю, и границы подходят. Если бы у нас было строго меньше нуля, нужно было бы, как я изначально сделал, нарисовать пунктиром границу. Так, окей, вот такая вот у нас полоска, и относительно нее как-то там расположена окружность. Мне нужно что? Мне нужно, чтобы эта система имела единственное решение. Единственное решение. Так, когда система такая имеет единственное решение? Ну, у меня, если окружность, например, будет расположена как-то так, то вся вот эта дуга, входящая в эту полоску, будет решением. То есть все эти точки являются общими точками, да, на уравнение неравенства. Напоминаю, у меня здесь вот окружность x-a квадрат плюс y-a-3 в квадрате равно 1 восьмой а квадрат плюс 1 четвертая а. Так вот, если у меня окружность вот такая, то вся вот эта дуга является решением, да. Если окружность у меня внутри оказалась этой полоски, то все, что вообще внутри полоски оказалось, всегда же является решением, значит вся окружность будет являться решением. Вот, соответственно, мне нужны какие ситуации? Мне нужна ситуация, значит, когда, например, окружность коснется у нас этой полоски. Вот, например, вот такая нужна ситуация. ситуация касания окружностью прямой х равно 1, да? Или вот такая ситуация, когда окружность касается прямой х равно минус 2. Но мне не подойдёт, например, вот такая ситуация, когда окружность касается прямой х равно минус 2, да, где-то изнутри. Или вот такая вот ситуация мне тоже не подойдёт, когда прямой х равно 1, окружность тоже касается изнутри. Вот эти все ситуации нам не подходят. Так, окей, значит, что я тогда делаю? Я сейчас буду взаимное расположение прямой окружности рассматривать и отметать вот эти случаи, когда у нас окружность касается не там, где надо, прямой. Но здесь еще очень важно понимать, что вот это не всегда окружность. Вот рассмотрим такой вот первый случай. Что если у нас справа будет 0? То есть мы получаем уравнение a² плюс 2a равно 0. Это происходит при a равном 0 или a равном минус 2, да? Тогда у нас получается, что наше второе уравнение задает точку. То есть это у нас будет просто точка. При a равном 0 я получаю точку какую? Вот у нас будет x² плюс y² равно 0. Это у нас точка с координатами 0,0, потому что x и y могут быть равны только 0. И смотрите, точка с координатами 0, а нет, не 0,0, тут у нас будет 0, а минус 3, да? Так, а у нас тут неправильно. Вот так вот у нас будет. И значит при a равном 0 я получу координаты точки 0 и 3. Давайте-ка мы все вот это вообще исправим. То есть подставляем 0, будет x² плюс y минус... А, минус минус 3, то есть y плюс 3 в квадрате. Нет, все-таки да. Много раз исправлял и пошло все не так. Плюс a минус 3 у нас, значит, было здесь. Тогда при a равном 0 я получу y минус 3 в квадрате равно 0. Вот, все, теперь все правильно. Так, у нас получается точка с координатами 0,3. Да, вот такая вот точка у нас получится, задается вторым уравнением. И эта точка лежит внутри нашей полоски. То есть в целом a равном 0 является решением, потому что мы получаем одну точку внутри полоски, и наша система, да, имеет решение одно-единственное. Все, значит, a равно 0 идет в ответ. a равно минус 2 подставим. Что у нас будет? При a равном минус 2 я получу x плюс 2 в квадрате плюс, значит, y. Еще раз, мы вот сюда подставляем, да, минус 2. Это будет у нас y минус 5 в квадрате. y минус 5 в квадрате равно... Справа, опять же, будет 0. Я даже считать это не буду, потому что я начал с того, что у меня справа 0. То есть я вот эту вот штуку рассматриваю, у меня всегда будет справа 0 получаться. Это что такое? Это точка с координатами минус 2, 5, да. То есть это точка, которая находится, ну, вот где-то, получается, здесь. Минус 2, 5. Естественно, эта точка тоже, хотя она и попала всего лишь на границу, да, наши полоски, но она все равно является решением, потому что она попадает в первое неравенство. Все. a равно минус 2 тоже забираем в ответ. То есть a равно 0 и a равно минус 2 у нас ведут в ответ. И теперь осталось найти те a, при которых будет происходить касание окружностью границ полоски, да. То есть мы, например, рассмотрим x равно минус 2 и окружность. Вот второй случай. x равно минус 2 и окружность. Что я делаю? Я просто в уравнении окружности, значит, подставляю, собственно, значение x, равное минус 2, да, и решаю такое квадратное уравнение. То есть я подставляю x равно минус 2 вот сюда. У меня получается минус 2 минус a в квадрате. плюс, так, плюс, что у нас будет? y плюс a минус 3 в квадрате равно 1 восьмая a в квадрате плюс 1 четвертая a, да. Итак, вот это уравнение у нас должно теперь единственное решение иметь, потому что у нас коснулись, да, x равно минус 2 прямая, и окружность касаются. Мне нужен именно момент касания. Смотрите, можно было бы что сделать? Можно было бы раскрыть все скобки, привести там к квадратному уравнению какому-то, там оно будет какое-то вот такое, плюс, бла-бла-бла, посчитать дискриминансию, сказать, что он равен нулю. Но на самом деле мы видим, что у нас здесь уже очень удобное квадратное уравнение. У меня уже квадратное уравнение в виде y плюс a минус 3 в квадрате равно, да, чему 1 восьмая a квадрат плюс 1 четвертая a минус минус 2. Ну, давайте минус 2 минус a в квадрате все-таки в 2 плюс a в квадрате превратим, потому что как-то несолидно так выглядит. И когда у нас будет единственное уравнение у этой окружности? Когда я получу уравнение, в смысле, когда будет единственное решение у этого уравнения, когда я получу уравнение, вида квадрат равен нулю. То есть, если справа у меня будет 0, то это уравнение имеет единственный корень. То есть, еще раз, у меня ведь фактически сейчас уравнение вида x квадрат равно какому-то числу, да. Если здесь число положительное, например, 25, то корней 2 плюс минус 5. Если число 0, то корень единственный 0. Если число отрицательное, то корней нет, да. И, соответственно, у меня здесь такое же уравнение, но только чуть сложнее. Вместо x у меня чуть более сложная штука y плюс a минус 3, да. Все равно она в квадрате равно какому-то числу это все. И вот это вот число должно быть нулем, чтобы было единственное решение. Вот и все. Я теперь вот эту штуку приравниваю к нулю. Так, приравниваю ее к нулю. И давайте заодно сразу же на 8 домножим. a квадрат плюс 2a минус, значит, 8 умножить на a плюс 2 в квадрате равно нулю. Так, и давайте здесь быстро-быстро все порешим. Минус 8а квадрат минус 4а на 8, 32а минус 32 равно нулю. И мы получаем какое-то квадратное уравнение. Здесь будет 7а квадрат, да, минус 30а, то есть плюс 30а минус 32 равно нулю. Так, что мы будем с этим уравнением делать? Нет, будет плюс 32 все-таки. Я ведь тут на минус 1 постепенно нажал. Опять же, я сейчас два действия делал, да, и накосячил. Но у меня есть хотя бы привычка, когда я два действия делаю, за собой потом прибираться, да, и смотреть, не накосячил ли я где-нибудь. Вот здесь вот я что делал? Я ведь получал а квадрат минус 7а квадрат. Я заодно сразу на минус 1 домножил, поэтому 7а квадрат написал. А с последним числом забыл домножить. Это супер популярное место, где люди делают ошибки. Вот вы заведите себе привычку за собой прибираться. То есть если делаете два дела одновременно, решая уравнение, то обязательно потом сами себя проверьте. Так, здесь у нас, ну, давайте, да, через дискриминанты, что-то не вижу никаких хороших корней. 30 в квадрате минус 4 на 7 на 32. Так, это, ага, вот, смотрите, классно сейчас будет. 30 в квадрат минус, что такое 4 на 7 на 32? Это 28 на 32. Что такое 28? Это 30 минус 2. А 32 это 30 плюс 2. Зачем я так сделал? А за тем, что у нас теперь получится 30 в квадрате минус 30 в квадрате минус 2 в квадрате. То есть я здесь сделал разность квадрата, да, специально. Зачем? За тем, что у нас здесь теперь 30 в квадрате минус 30 в квадрате взаимоуничтожается, остается просто плюс 2 в квадрате, да, и все. То есть, видите, дискриминант сразу же свел к 2 в квадрате, не заходя в эти большие числа. То есть я не стал считать, что это 900 минус 28 на 32, да, это там, если посчитать, получилось бы 896. Ну, то есть, видите, трехзначные числа какие-то намного менее приятно, чем сделать вот так вот просто через преобразование 2 в квадрате получить. Итак, у нас будет таким образом минус 30 минус 2 делить на 14, да, это у нас минус 32 четвертая, да, минус 32 четвертая, ну, минус 32 четвертая или минус 16 седьмых. Или у нас будет, значит, минус 30 плюс 2 делить на 14, это у нас минус 28 четвертая, то есть минус 2. Смотрите, почему вот этот корень не нужен мне, а вот интересен мне только этот. Это же у нас значение а равно минус 16 седьмым, да, оно показывает, что окружность у нас будет именно вот такая, потому что центр окружности, да, х у нас как раз есть центр окружности, меньше минус 2, минус 16 седьмых. Почему же минус 2 я не заберу сейчас в ответ? Да потому что минус 2 уже в ответе. А равно минус 2, смотрите, у нас здесь уже был случай, да, когда мы рассматривали а равно минус 2, и у нас он вошел в ответ. Все, так, получается, этот случай рассмотрели, х равно минус 2, и окружность касаются, получили вот такое уравнение, рассмотрели его, получили вот минус 16 седьмых. И последний, это третий случай, х равно единица, и окружность касаются, да, х равно единице, и окружность касаются. То есть я сейчас стараюсь вычислить А, для которого будет вот такой вот случай. А при этом у меня будет еще получаться, например, вот такое вот тоже А какое-то. Его я буду убирать, потому что тут у нас получается касание изнутри. Это мне неинтересно. Нужно только, чтобы касание было снаружи. Итак, если у нас х равно единице и окружность касаются, то как у нас все будет происходить? Вместо х я подставляю вот сюда вот, да? Единицу, 1 минус А в квадрате получится. Плюс У плюс А минус 3 в квадрате равно 1 восьмая А квадрат плюс 1 четвертая А. И вот у нас ровно такая же ситуация получается. Опять же справа та же история. У плюс А минус 3 в квадрате. То есть это уравнение тоже должно иметь единственное решение. Я его свожу опять же вот к такому уравнению, да? Говорю 1 восьмая А квадрат плюс 1 четвертая А минус 1 минус А квадрат. И говорю, что вот эта штука должна быть равна нулю. Именно тогда у меня такое уравнение будет иметь единственное решение. Вот. И если это уравнение сейчас порешать, я уже на самом деле просто подсматриваю сейчас в ответ. Здесь, потому что будет точно такое же уравнение, да? Просто квадратное уравнение относительно А решать. Я не хочу сейчас затягивать видос. Такой же достаточно длинный получился. Здесь будет ответ 2 и 1 седьмая. А равно 2, либо 1 равно 1 седьмой. Ну и что я выбираю из этих двух? Двойка это, естественно, для вот такой вот окружности, да? А 1 седьмая это какая-то окружность с центром. Вот здесь вот и она внутри нашей полоски находится. Вот 1 седьмая. Понятно, что 1 седьмая нам не подходит, а 2 подходит. То есть, смотрите, здесь еще по другим причинам, кстати, я другой корень не беру. То есть, там 1 седьмая просто не подходит. А здесь минус 2-то подходит, просто я его уже вычислил, да? И записал в ответ. Так, что у нас получается в итоге с ответом? Смотрите, еще раз давайте пробежимся по задаче с самого начала. Мы сами определили, что вот эта вот у нас полосочка, вот эта вот после, ну, таких вот достаточно долгих преобразований превратилась в уравнение окружности. Это, пожалуй, самое главное, что здесь нужно уметь делать. Если не умеете делать, не огорчайтесь. На этом канале я сделаю еще несколько видео с сворачиванием уравнения окружности. У нас будет такого достаточно. Вот. А поняли, что это, в общем-то, взаимно расположение окружности и такой полоски. Поняли, какие случаи нам интересны, да? Самое главное, не забыть те ситуации, вот такие вот, когда у нас окружность, не окружность вовсе, а просто точка. Вот. Потому что оказалось, что обе эти ситуации подходят. И потом просто рассматриваем классическую задачу взаимного расположения прямой и окружности, да? И здесь у нас еще приятно то, что прямая задается лишь уравнением а-ля x равно числу, да? А не такое полное уравнение y равно kx плюс b. Там у нас более сложное уравнение получалось бы. А здесь такая достаточно простая ситуация. Давайте соберем в итоге ответ. У нас подходили значения, значит, минус 16 седьмых у нас было. Минус 16 седьмых. Минус 2 нам подходило. 0 подошло и 2. Вот такие вот 4 значения. А пойдут в ответ, да? Я ради красоты их запишу как множество заданное перечисление, вот так вот в фигурных скобках. И в целом все, да, вот такой вот у нас получился ответ. На этом разбор заканчиваю. Если остались вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Будет здорово, если в комментариях напишите спасибо, это всегда приятно. Также подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, рекомендуйте его друзьям-одноклассникам. Не забывайте, что у меня есть бесплатный курс по тригонометрии. Ссылка на него в описании. Курс на степике. И да, обязательно подписывайтесь. Здесь будет самая большая подборка задач с параметром. И как говорят у нас в Мексике, auf wiedersehen.